Значит, уважаемые зрители, кто будет смотреть это видео, это мы делаем в нашем музее года Вулканеште. Решили сделать почему? Потому что в эти дни произошел очень интересный момент. К нам в Вулканеште, именно в наш музей, в кое-то веки приехали представители, сотрудники Института зоологии Академии наук Молдова. Вот и среди этих сотрудников, вот хочу представить вот этого человека, его зовут Доналд Тудор. И он является, я считаю, что мы сейчас снимаем это видео, даже будет, наверное, историческим, потому что, можно сказать, последний палеонтолог Молдовы. Вот такой момент. И вот Доналд Тудор, как истинный профессионал, не покладая рук, в течение трех дней человек, можно сказать, чуть не с утра до ночи, карпел, разучивая те ископаемые кости, которые были найдены в нашем районе. Понимаете, я хочу сказать, чтобы люди не думали, что это все найдено было, конечно. Нет, это значит, большая часть была найдена в селе Слободзея-Маре, но мы прошлись по документам того времени, потому что, чтобы люди знали, что все, что имеется в музеях, оно все документируется, оно все описывается. И каждый экспонат имеет свой порядковый номер, и он заносится в регистр. И вот это, смотрите, сколько лет прошло, вот сейчас мы открыли регистр, и вот они нам помогают увидеть, что, где и как. И вот, естественно, сейчас хочу предоставить слово нашему уважаемому специалисту, вот Доналд Тудор. Первым делом, потому что нас об этом будут спрашивать наши-то земляки, коллеги, как вы доехали в Улканечтое, вот как вы оказались в Улканечтое, вот скажите, каким образом выезд? Ну, мы везде, выезжали сюда на юг, здесь, на юге Молдавии. В Улканечко-Кигульском районе есть много абрагов, короткарверов, и в них мы находим уже много лет ископаемых животных, и они нам помогают определить и рядовой состав, и возраст геологический. Я знал, что здесь, в Улканечтое, есть музеи ископаемые осадки Масардонта из южного страна, но не работал с ними еще. И вот была возможность приехать и собрать те фрагменты косея Гайдина, которые соединились, и определить вот несколько хоботных, значит, у нас есть вот мастодонт Анамкус, грибни, богорчатые зубы, так называемые богорчатые зубы, есть и остатки южного слона, для этого, значит, мастодонт имеет где-то около 3,5-4 миллиона лет, южный слон, как дико, на полтора миллиона лет, есть и вот остатки бизона, ему где-то 1,1 миллиона, 100 тысяч, и из-за местонахождений из Югитрии, из-за щенкерек, из-за луги Мари, как же, что у меня на них есть номера, можно было предвидеть, откуда они происходят, а на возраст, можно, приблизительно, не знаю, относительно. И есть еще вот остатки, рог оленя, очень древнего, тоже около 3,5 миллиона лет, это вот 2 фрагмента бигня, он, видимо, был принесен из Сибири, вот, виден, насколько он крепкий, из них делают разные мастера поделки, поделки делают из Сибири, то есть завезенный, вот фрагмент черепа, запрошенные части рога, фрагмента рогов бизона, вот локтевая кость, это фрагмент бивня, от мастодонта, и вот здесь вот, а здесь мы имеем уже фрагменты от черепа, нашего мастодонта, и зубы, вот зубы, чтобы вы имели понятие, это верхние зубы, верхние здесь не хватает фрагменты, чтобы соединить, вот это один зуб, передний, второй зуб, это третий, последний зуб, и вот у слоновых мастодонтов, смена зубов не происходит, из-за львиола наружу, как обычно, как и у нас, вот этот зуб передний, он стирается, ресорбируется, и выталкивается, вот сзади растет другой зуб, который толкает его, вот этот передний зуб, выталкивается отсюда, и начинает он стираться уже, вот он стирается, стирается, и попадает в львиол, и фактически они живут до сих пор, пока этот зуб не сотрется полностью, и они просто уже не имели, не имели, амали для того, чтобы перемалывать печи, это вот здесь кусок, видимо, это медная часть от этого мастодонта, это, вот фрагмент, этот фрагмент и еще один, раз где-то был, вот здесь два фрагмента, это, видимо, фрагменты от альвеола, здесь были бивни, вот они, то есть мягкие ткани, которые окружаются, ну нет, это носовая часть, то есть бивни отсюда выходили наружу, вот эти два фрагмента, ну и здесь вот тоже, видимо, это медная часть, одна часть и неба, мастодонты они не соединяются, и это вот какой-то другой фрагмент черепа, сбоку, вот они, вот он внутри череп, он полный, и поистый, и он поэтому, вот он такой, и крепкий, в одно и то же время, и легкий, относительно легкий, и вот эта другая часть, это уже, так, это мы имеем здесь и правую часть, вот это один зуб, и вот второй зуб, тоже здесь не хватает вот одного ряда, зубного ряда, одного ряда бугров, вот они, вот этот стирается, этот только начинает стираться, а теперь не затронута стирания бугарки, и вот если, вот в это время, где-то от 4 миллионов лет, до полтора миллиона, где-то были два разных мастодонта, это бугарства зубы, эти вот формы зубов, формы бугров, а другие, другой вид был гребни зубы, в форме гребни, вот они очень острые такие, вот такие вот, и из этих наших местонахождений найдены вот, здесь достаточно много материалов, из гермежи, из итулии, из чинкёй, богорсозубных, а гребни зубы, есть из бдэй, из бдэй, из бдэй, и из, из, укуребаш, там есть такой, обратно, далотно, и тут происходит постепонный череп, если сможете, покажем его, очень большой череп, мы его поставили на, на, каркас, есть бивня, и интересно то, что, у обоих этих, мосодонтов, бивни очень длинные, по крайней мере, один бивень, который, наверное, на территории Румынии, возле краёва, там, он имеет, где-то, 3 метра 80 сантиметров, это богорсозуба, а другой бивень, который из Греции происходит, гребне зубы, в основном, это более 5 метров 9 сантиметров, имеет, и, тот мосодон, который из, холебаш, мы нашли, бивни, это молодое животное, бивни не длинные, около 50, более 50 сантиметров, но важность находки в том, что бивни сохранилась передняя часть, носовая, в которой, из которой выходили бивни, и оказывается, что бивни у гремезубых мосодонтов, они, как у гремезубых, так и у богорсозубых, они почти прямые, но бивни у гремезубых мосодонтов, значит, согнуты не вверх, идут, как обычно у слонов, а наоборот вниз, и стерты сбоку, сбоку, и это доказывает то, что они питались в основном лесной, были лесные животные, гремезубые мосодонты, и обдирали кровь деревьев, и питались кровь деревьев, возможно, что они жили в хвойных лесах, если полинологический анализ, по пыльце можно определить, какие там растения были, какие лесы, или степь, или там саванны, такие вот. Вместе с этими мосодонтами проживали, были здесь у нас около пяти или семи находных обезьян, есть жили верплюда, очень много осадов, скорлупы, яиц, страусов, кости страусов пореже встречаются, были другие очень древние олени, уже в конце 2-3 миллиона лет назад появляются первые лошади однополые, и бизоны, и другие, в общем, выживают, доживают последние грижафы у нас в Молдаве, и было белые носороги, вот бобры, то, что доказывает, то, что здесь было лес на берегу Лекеков и сейчас берегу репорта. Ну вот, приблизительно, так это, коротко, то, что, спасибо вам. Ну, я надеюсь, наше знакомство с нашими коллегами и с, это самое, очень было приятно симпатизировать, и что хотел бы сказать мысль свою, что наше знакомство с такими прекрасными людьми, знатоками своего дела продукта. Продолжение следует... Продолжение следует...